здравствуйте активируем карты и начнем это гадание для каждого знака зодиака на предстоящую неделю на следующей неделе случится переход из июля в август последние жарки во всех смыслах месяц лета нам предстоит но на нашем любимом таро календаре как ни странно никаких сильных заметных изменений происходит с 1 августа разве что пятерка жезлов превращается в шестерку время побед время победителей время какого-то явного очевидного триумфа поэтому не удивляйтесь если ближе концу недели к пятницу например и к субботе вас куда-то выберут вот только что вас сравнивали с другими достойными кандидатами где-то например вы искали там новую работу новую должность и теперь вы узнаете что предпочли именно вас естественно жезлы огонь солнце во льве все это правит миром это время подходящее вообще как прожить это время предстоящую неделю июля-август а как прожить чтобы попасть в вибрации таро календаря вообще астрологического календаря нужно уявить себя миру давайте начнем с этого это время не для раздумий нет для ну знаете тренировки там ложной скромности это время не для разговоров самим собой это время наряжаться выходить в люди участвовать соревнованиях конкурсов получает соответственно почетные грамоты вымпелы и призы конец июля начало августа ждут от нас максимальные активности уверенности в себе готовности спорить мы вообще проводить время знаете так вот на показ это такое показ но и время и множественные контакты приветствуется царская таро колода называется сдавайте ваш вопрос как всегда вообще хорошо плохо сбудется не сбудется это же все в основном зависит от ваших чаяний на что замахнетесь что будете искать то и найдете ведь правда как сказано сами знаете где так уж нам вечным фаворитом зодиаком так овном две тройки две тройки две тройки почему я так сказала печальным голосом ну дорогие овны во первых тройки это контакты это вот такой сакральный момент когда к вашей компании к вашей паре не присоединяется кто-то 3 это время взять бизнес-партнера это время пригласить кого-то дружить пригласить кого-то в гости время в таких деловых и в то же время расслабляющих разговорах хорошо пройдет тройка кубков праздник тройка пентаклей интересная и плодотворная работа и причем даже не тяжелую в общем какой-то такой знаете стандартный общечеловеческий благополучный режим и в этом режиме вы проживаете недельки советы могут быть для вас ну знаете с такими картами нет нет здесь нет места для драмы нет места абсолютно для страданий не надо ссориться не надо искать каких-то особых приключений тишине в комфорте с хорошо известными людьми и за хорошо известными делами проведите время тройка пентаклей советуют начинать те дела которые вы вот уверены что закончите и уверены что с ними справитесь что-то рискованное нет наверное нет тельцы следующие две карты мы достанем тельцу естественно что-то фигурную а также карту отшельник вот сказала что время триумфа начало август конец июля тельцов этот триумф вот это победное настроение это будет заметно это будет преобладать вы выбиваетесь в лидеры карьерный рост предлагают новую работу новую должность новый бизнес интересно что предлагают только вам то есть это вот знаете такой момент когда вы гонка за лидером момент когда вы вырываетесь из ряда из состава похожих каких-то тоже сильных кандидатов и вот совсем совсем оказываетесь но в таком в общем-то вакуум ведь отшельник присутствует здесь то есть время и одиночество тоже но это одиночество знаете которые скорее сладко только который греет душ потому что вы вперед убежали да вот а все отстали это такой момент когда вы действительно вырываетесь вперед в тем не менее это король и жезлов обратите внимание на какого-то огненного мужчину по крайней мере очень очень активного если глаз падет на такого человека вот если вы познакомитесь например с каким-то явно горящим горящим энтузиазмом человеком то имейте ввиду он никого к себе в компанию не возьмет и скорее всего не не позовет и вас никуда карта рисует персону за которой можно только следовать и стремиться образец для подражания у тельца появляется но в целом хорошие карты здесь нет чего нет здесь нет компании здесь нет никаких милых посиделок как вот овном например выпали да вы сейчас одни это ваша война чтобы там не была любовь или семья или деньги это ваше поле боя это может быть ваш экзамен проверка на прочность никого особо собой знаете взять нельзя это один билет понимается поливар не не выдержит двоих на тот случай не выдержит двоих для близнецов так близнецы получая благополучно цветку кубков для начала близнецы как всегда отдыхают это самый отдыхающий знак помните но у канале есть гадание пророчество благословения от варнинской гадалки магдалены на потом про близнецов очень хоть очень хорошо сказала посмотрите с невидим очень хорошо она говорит про близнецов что всегда весело всегда приятно вот близнецов умеет так жизнь проживать как вам это удается без драма без напряжения а так и здесь мы конечно же видим зачем я взяла именно эти карты слова видимо ткани конечно привлечение а ну это король пентакли то близнецов ждут деньги близнецов ждет возможно какая-то спонсорская помощь поддержка от старших товарищей например какой-то щедрый начальник может появиться щедрый приятель щедрый друг но знаете за эти деньги придется поработать нож знаете как поработать вот не в буквальном смысле да там не пахать у станка а поработать быть милым кому-то понравится может быть сходить даже девятка кубков на некое мероприятие то есть условно говоря близнецов карты советуют вот для успеха надо сходить в гости просто в удачный и с кем-то очень очень удачно там познакомиться наладить связи наладить коммуникации но это явно мне нравится королевите мне нравится короли на что это очень состоявшиеся состоятельные люди близнецам карты пророчат встречу с человеком который очень многого достиг который вот в каком-то своем уже таком завершенном статусе находится зрелый человек любовь с королем пентаклей встреча будущего мужа даже возможно почему бы и нет кто же откажется если это король хотя рыцари в мужья неплохи пажи тиро лейтенанты тоже некоторым нравится рак хорошие карты пока очень хорошие раку недавним именинником дорогам недавние некий свеженький но уже все равно ваш час так обязательно обязательно проживите особенно эту неделю вот по старой особенно карта выпадают милые раки попробуйте запланируйте если есть возможность за деньги время что-то необычное включите в свой рацион повседневный может быть поездку может быть встречу с какими-то людьми с которыми вы прежде не пересекались такой экспириенс такой знаете новый опыт вот чего от вас ждут карты вы на стыке магии и всевластия на под большими вибрациями оказываетесь и среди не между двух огней но среди знаете таких влиятельных личностей очевидно давление на вас со стороны людей которые старше по разным причинам но чаще по возрасту поступок вы можете наблюдать поступок или даже выходку кого-то из старших родственников или друзей знаете вот карты эти две да это жрица и маг вот они как будто бы когда вместе встречается эта парочка как выпадает из колоды так и здесь получается что вы здесь ну отрезанные ломают что ли вот это может быть момент когда девушка объявляет родителям все не буду с вами жить покидаю очередом вхожу замуж и в то же время это и момент такого волшебного вмешательства вашу судьбу вот когда из воздуха материализуется вполне себе конкретная фея крестная до которая все может вот это тоже самые магические карты в колоде достаются рак может быть вам стоит съездить места силы какие-то какие есть вашей стране вашей местности наверняка могут быть какие-то с религией связаны или может быть просто оккультные такие вот места потому что я не говорю о достижениях здесь наверное нечто даже больше и выпадает в этом общий совет проживите эту неделю необычно окупится это купец и не пожалеется далее львы вот ли вы уже именинники поздравляю конечно настоящие именинники так ли вам достается и снова король конечно же фигурные карты деньги с самым в самом таком четком простом значении вам выпадают казенные деньги вот если вы работаете в казенном предприятии да ну нет услужбите просто на бюджетном бюджетном предприятии так правильнее то вы получаете не знаю зарплату премиум от помощи и так далее доходы для львов самое интересное что эти доходы носят какой-то вот такой покровитель ственный что ли характер как будто бы кто-то кидает знаете с барского плеча начальник созрел и выписал вам путевку в минеральную воду выписал вам там премию какую-то большой хорошие крупные карты единственное что я бы сказала для львов может быть тяжеловато тут мириться с неким таким подчиненным положением то есть вы больше любите ситуацию когда вы всем платить за всех платить и вы все покупаете а здесь так получается чтобы как будто бы берете из чьих-то рук но знаете быть благодарными уметь принимать помощь и смиренно принимать все что дает судьба в этом же великая какая то есть правда жизни король мечей здесь есть портрет человека который может и не хочет вас осчастливить но как-то случайно у него это получается это не любовная карта как таковы но все равно новое знакомство возможно с очень влиятельным авторитетным человеком возможно богат возможно с какой-то должностью большой то есть для львов это неделя особенно именно по контактам по коммуникациям с людьми не пропустите ваши шансы от кого-то что-то получить далее конечно же и типа а заметьте что хорошие карты на втором календаре хорошее время и всем знаком зодиака пока что подает хороший для девы до семерка девятка я бы сказал ничего особенного не знаю насколько вы ждете сюрпризов от примат этой от этого момента от этой темы семерка девятка серка кубков описывать некую растерянность скорее всего не удастся принять решение если ваш вопрос к следующей неделе про решение именно вы хотите что-то выбрать работу или жениха или хотя бы отель для отдыха наверное выбрать не удастся это интересно что чем дольше затягивается этот выбор тем труднее его сделать семерка кубков головная боль от невозможности что-то в своей жизни поторопить или решить но в целом страхи недели напрасные вообще вот это эти семь дней могут пролететь у вас милые девы просто как дым узнаете два день недели то у кого-то и год бывает такой вот пролетает как ну без следа ничего не поменялось ничего не не случилось не произошло а что советуют карты не тратьте особо силой не тратьте особо энергию путы сомнений путы какого-то такого вязкого вязкого вот тумана есть сейчас в жизни выбраться самостоятельно из него нельзя ну это такое знаете семерка кубков до стоячая вода болото а в болоте кто бывал надеюсь что никто в болоте она так чем сильнее бьешь лапками тем сильнее тебя туда засасывает может быть стоит отдохнуть в это время может быть стоит не бороться особо суть для весов теперь карты весы поспешно хотя нет наверное со свойственными им вечными сомнениями но все-таки спешат в капкан или углаждают в капкан колода предупреждают вас дорогие весы один неосторожный шаг и который вы причем очень даже готовы сделать один неосторожный шаг повлечет для вас тяжкие необратимые долго играющие последствия это вот будьте внимательны вот следите за своими начинаниями что вы сейчас инициируете начинаете ли вы сотрудничество с новым человеком например с каким-нибудь там брокером посредником адвокатом контрагентом начинаете ли вы бизнес тот же самый открываете смотрите это может да это поступок безрассудный в неподходящем месте в неподходящее время ну предположительно дает все-таки общее гадание нечастное а вот но в эти силки вы шагаете сами шутся карта неплохая сама по себе она часто действительно приглашает нас какому-то такому детскому рискованному без шабашен аму поведению вот рискни все брось потрать все деньги уйдеть в другую страну жить с пустыми карманами но не тогда когда рядом это восьмерочка потому что она как раз предрекает такую полосу испытаний нехватки а знаете вот это может быть и какая-то безрассудная но и большая трата денег а например когда вы ах ладно махну махом целую зарплату на сумку спущу а дальше что дальше нечем платить за не знают школу ребенку так далее вот примерно немножко примитивный пример но тем не менее безумный поступок весы готовы совершить безумный посту полк вы держитесь в конце концов мы готовимся к приходу ретро меркурия он еще не ретроградным с 5 числа только будет но он уже я думаю в петле и то есть чуть-чуть он он уже чуть-чуть ретроградный да впрочем влияние ретро меркурия такой такой делится спорная да кому-то нравится наоборот далее скорпион 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 говорит что ему весело мы у мы вас услышали скорпион говорит что ему вообще очень-очень хорошо видите мелкие добрые пентакли выпадают скорпиону и двойка здесь говорит что жизнь налаживается что если чего-то сегодня не хватает завтра этот дефицит закрывается легко друг ушел друг вернулся любимый человек не отвечал тут наоборот сам обрываются и шестерочка пентаклей спорная карта в теории таро ибо блажен любит блаженных нищих духом до любят нищих духом людей шестерка до довольствоваться малом брать мало от жизни готового или нет вообще скорпионы в норме я не беру какие-то прогрессивные от слова прогрессия до случаи но в норме скорпионы люди скромны и умеют малым довольствоваться иметь ценить то что есть там ценность вашего знака ценить умерьте для кого-то это совет мерьте аппетита смотрите на жизнь проще конечно вот эти карты просят удалить полностью вычеркнуть любую драму из вашей жизни все за что вы беретесь должно быть легко и должно соозмеряться с вашими возможностями денежными в том числе и временными физическими и так далее карты советуют не замахи вот самое главное здесь есть очень серьезный и всегда ценный совет сейчас это для скорпиона совет не замахиваться на неподъемные дела не замахиваться на какую-то аферу с неизвестным концом ходите туда где точно ждут берите то что точно ваше потому что шестерка пентакли очень не любят когда берут чужое очень вот на копейку больше возьмете чем отдали все нарушите плавное течение собственной жизни и хорошо если только только финансовой жизни да может быть еще что-то в общем вы поняли по вибрациям по масти по энергии то не ваша карта не очень не скорпионии они очень такие вот ну знаете и тем не менее да совет умерить аппетиты и претензии к себе к миру к людям умереть стрелец у нас стрелец получает злодейку для начала у стрельцов просто борьба знаете жизнь боль все люди не братья злодейка соперница это самая пиковая дама и борьба собственно с ней вот чем будут заняты его для вас предстоящие семь дней просто все звучит да так ну и не совсем так потому что в целом эти две карты распространяют свое влияние на очень разные жизненные ситуации здесь уже как посмотреть если речь идет про любовь туха ну да конечно вот она изменищица вот она разлучница вот она злодейка вот она ваша адская бешеная ревность а может ее ревность явиться к вам может домой или по телефону позвонить а вот это соревнование соревнование между негативными такими женскими энергией а вот если мы говорим да это может быть сообщи известие об измене о том что все очень неладно ваша любовная история ваших любовных отношений а вот если мы говорим пример про вот какие-то такие социальные вещи то здесь уже все сложнее и оптимистичнее потому что королева мечей она плохо к вам относится вообще готовьтесь наблюдается вот в полный рост женщину которую вас почему-то не любит ну вот так сложилось и главное что семерка да то есть она очень активно это показывает пытается напрыгнуть сорвать в виде стола вас но королева мечей в то же время это высокий интеллект это мысль это какая-то изобретательность разговорах и делом то есть при правильном подходе если вы не отвечу не ответите агрессии на агрессию если вы не против не противляетесь злу насилием при правильном подходе это неделя стрельцы дорогие может открыть вам просто на многое глаза можете буквальном смысле прозреть узнать цену себе и людям кстати вот мелькнул и слова цена но все-таки это карта не денежной если планируете какие-то сделки и вообще ищите монеты металл за которые люди гибнут то побиться придется побиться кто-то против того чтобы вы разбогатели по крайней мере сейчас такая вот неделя борьбы но надо находить я бы сказала что надо видеть за деревьями лес до злодей когда кто-то не любит до напряженные отношения но в этом во всем же обязательно будет то что научит научит экологично жить дальше до козерог козерог получает у нас карты следующий для козерога максимальный и у активность активность приносит карта сила но и вот сила потраченная в пустое если хотите дословно слова дословное значение карт сила от потраченная в пустую большой ресурс вернее потраченной абсолютно в пустую вот представьте это в пустую вложенные деньги от которых ничего не выросло и приходится отказываться это может могут быть ваши усилия когда вы кого-то уговариваете ведете сложные переговоры старайтесь ради определенного например как бы другого человека то есть пытаетесь достать вот сила на прилагаете усилия максимальной из доступных для достижения результата но видите на определенном этапе к сожалению от этой истории приходится отказаться вас могут обмануть и в результате пустота дал пустые пустыми хлопоты оказывать вас могут буквально эти увести не туда большие ожидания это большие ожидания когда вы идете и много ждете хотите много много получить поймать не знаю должности денег любви усилий а в итоге заходите абсолютно никуда в непроходимую чаще и глушь и следите за тем чтобы вот не уводили что все таки этот карта села но очень отвлекает внимание это карта людей которые умеют заговорить она в этом смысле немножко такая инфо цыганская могут вас обобрать в это время убытки убытки очевидны но на убытках мне кажется что как на любых ошибках тоже учатся очень сложная карта две карты обе они сложные просто вот восьмерка кубков такая карта в колоде таро особенно это вот в личных гаданиях заметно это вот карта которую не объедешь да вот если она выпадает я прям ну да 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 без вариантов какие бы соседние ты книги вытянула что как бы мы там не пели чего-то все равно восьмерка кубков это провал это не состоявшиеся планы это отмененная поездка это такой момент когда вот понимаешь что тебя обманула судьба но тебе так трудно с этим согласиться и тебе так трудно вот этого с места обмана да с места преступления уйти да придется отказаться от какого-то плана крупного с сожалению конечно с сожалению водолей удалим вас получает получает напоминаю успевайте задавать ваши вопросы вдали вдали как в самом пессимистическом исполнении вдали получает большое большое беспокойство новость насколько неожиданную настолько же и удивительную противоестественную паш мячей разговор слова информация в письменном виде устная какая-то приходит и знаете все приходит в движение это то что заставляет вас собраться задуматься и конечно же предпринимать некие действия паш мячей всегда напоминает о том что самое главное самое важное надо было сделать вчера паш мячей это вот вовремя не выплаченные вселенной какие-то долги паш мячей это новость которая с кнутом подгоняет и торопит надо собраться и куда-то поехать нужно срочно что-то вернуть или выплатить нужно срочно переговорить с каким-то человеком или планировать новое для себя какое-то профессиональное будущее в общем максимальное беспокойство скорость реакции все что от вас потребует это время и паш мячей всегда совет только один следите за тем что говорите сами и очень внимательно слушайте слова собеседника водолеи этим грешат да не услышать ближнего своего не расслышать и не понять не заметить грешат естественно да колесница рядом а значит есть надежда что новости эти для вас хорошие по крайней мере открывают возможности вот знаете портал такой перенестись в светлое счастливое будущее где заработать можно больше славу популярность известность снискать и тем не менее это очень-очень знаете есть карты подвижные есть статичные в колоде а есть колесница и есть паш мячей то есть это время для вас когда ни минуты нельзя сидеть когда промедление смерти подобно когда вот этот вот портал вот эти воротики в новую лучшую жизнь открываются и нужно промелькнуть проскочить активно активное такое вот время кстати пажи это новые знакомства некий человек если случится новое знакомство то некий человек произведет на вас совершенно невозможное нереальное впечатление надолго ли останется рядом с вами мы тут не знаем мы про это не говорим но заставит и за сердце и за голову одновременно схватиться это точно колесница знак колес поездка внезапно сорваться в дальнюю дорогу тоже прекрасно тем более что начинается бархатный физон рыбам достаются комфортно тихо пока и ну это конечно да колесо фортуны крупный возврат ждет рыб крупный большой такой знаете заметный значимый возврат возврат долго может случиться большой да возвращается человек какой-то там я не знаю романтический герой или просто приятель из прошлого прошлый бизнес партнер в общем судьба знаете подарки разные делает нам судьба иногда дарит нам что-то новенькое да а иногда и мы даже этому больше рады правда а иногда благосклонно с барского плеча возвращает нам что-то старое нечто потерянное утраченное вспомнить как вы пылесосили под диваном и нашли золотую сережку про бабу который еще про бабушка вашего ранних вот такая история понимаете такая вот история и она очень трогательная я не удивлюсь если у и без того сентиментальных рыб замелькают засверкают слезы радости в уголках глаз потому что знаете что такое очень сложное сочиненное ностальгическое здесь есть это может быть и возможность вернуться на прошлую работу которую вы почему-то не забыли и сожалению вспоминали последние полгода это возможность естественно вдруг поехать в какое-то место где вы были которые полюбили и о котором долго тосковали какие советы дают карты совет большой очевидный и глубоким философским смыслом иногда для того чтобы быть счастливыми не надо искать новое не надо покупать новый дом иногда достаточно отмыть старый не нужно рваться заводить каких-то новых друзей потому что старые прежние друзья лучше и они недалеко обратите внимание дорогие рыбы на то что у вас есть звучит легко этот совет почему-то трудно его всегда выполнять но карты именно про это и говорят все что нужно для счастья покоя душевного комфорта у вас есть спасибо